Лукашенко хочет новую конституцию. Год Куропадской варты. Многие люди отримали вилезарные штрафы, они вымираются от тысячек доляров. Приемность небеспечная для здоровья и життя. Если окружающих не было рядом, чтобы не курили, а как можно бросить курить, когда все рядом курили? Не в забаве почнедзять удосконаленный антитетуневый декрет. Основный документ краины – Конституцию – треба зменить. Про такие номеры Александр Лукашенко заявил подчас со встречи со старшинами Конституционных судов широких замежных краин. Повод для керунника Беларуси – наша Конституция отстоит життя. Что хотел бы сменить Лукашенко и что изменится для беларусов, разбирался Александр Папко. Беларусь, какая або новая Конституция, або змены у старую, заявил Александр Лукашенко на сустрече со старшинами Конституционных судов замежных краин. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим. Что конкретно обмярковывать, громадянам Ани Лукашенко они чиновники докладно не кажут. У Саковику керавник краины намекнул, что намерены поширить полномодство палаты представников и Ураду. Он хочет эти изменения уже в деле своего наступника. А ему он не хочет покидать эти велизарные полномодства, какие есть у него. Тому можно мерковать, что после 25-го года, по воде развага у Лукашенко и Беларуси, будет новый президент. Был и судья Конституционного суда Михаил Пастухов, пероличивая некольких вариантов изменов. Створение для Лукашенко отмысловой посады, как у Казахстана, выборы президента марионетковым парламентом, а так само косметичные демократичные измены. Возможно решаться на введение должности уполномоченного по правам человека. Нельзя исключить, что может принято решение о введении моратория на применение смертной казни или даже упразднение этой смертной казни. А какие измены у основный закон варто было бы унести, запытались мы у Жахаров Менску. Будь более молодым людям, возможность постоять руля и дать шансы нашей стране вдохнуть в глоток свежего воздуха. Наверное, усиление власти больше ничего. Как можно от Лукашенко что-то еще ожидать? Мне бы очень хотелось, чтобы наша жизнь как-то зависела от Конституции, от наших законов. Но так вот практика показывает, что как-то параллельно мы проходим. Нового президента. Еще раз нового президента. Конституция Беларуси ауторитарная, зазначает Михаил Пастухов. Президент доминует над парламентом и призначает суддю. Высший статус мают не законы, а президентские декреты. А кроме того, Конституция не дает грамадянину махчимости оборониться от державы в суде. Але и такую Конституцию улады регулярно порушают. Граждане не могут реализовать свое право на проведение митингов в собрании шествий. Нужно разрешение властей. А в последующем, в январе этого года, стало известно, что надо заплатить еще за проведение этих митингов плату работникам милиции, врачам, уборщикам. Лукашенко может поширить полномодство Палаты представников и Ураду. Однако эти грамадяне почуют себя свободней. Тяжко разважать на эту тему, потому что диктатура может быть и при парламентском режиме. Поэтому тут от перемена в неких артикулах Конституции далеко не еще залежит. Але махчымасти заявить про гэты измены важным замежным гостям, керавник Беларуси не упустил. Сярод удельников конференции, зарганизованной с нагоды 25-ти годзя Конституции на Суда Беларуси, были трое представников Венецианской комиссии. Гэта орган Рады Европы, який, справдживая, ци отпавядают законодавчие акты краинам демократичным стандартам. Спадарня Герты Сторгейр Стоухтыр, наместница старшини Венецианской комиссии, удельничал гэты конференции. Тут выступят так само один чалец комиссии, да и один выканальник обовязка у чальца. Тема конференции – конституциализация галинов права и конституцийный контроль. Темы докладов – навуковые. Сустреча с замежными правоведами, як личить наши суразмовцы до плана Лукашенко измянить Конституцию, на упростого дочинения немая. Але добра уписывается у планы Менску створить на заходе имидж авторитаризму с чалавешим тваром. Александр Папко, Белсад. Хто здоровью не шкодить, той правильно робить. Сёня сосветный день без тытуню. У нашей краине Курцов – 2 миллионы. Про наступство поления для здоровья улады ведают. Тому подрыхтовали удосконаленный антитутуньовый декрет номер 2. Экипач не деть на приконце лепеня. Але, як заходы супрыць поления, соотносяцца с дозволом паусюль ставить табакерки. Отказу шукаў Вітаў Цючык. Дым цыгарэтаў. Зусім нескладаў зловіць гэты своя асаблівы пах на вуліцах наших гарадоў. Это вредныя привычка, конечно, хочыць збаваць от нём. Ну, есі б окружаючых не было рядом, шоб не курили, а как можно бросить курить, когда все рядом курили? Пытался два раза кинуть, не получается. А кинусь ўсё ж таки варта. Як говорить лекар Василь Аураменка, паленне спрыяе развіцю шматріких хворобаў. І не толькі органам дыхання, але так само страўника і сосудов. Той, хто палець, 18 разов чыць з тей хворы аблітерыжучым атеросклерозом сосудов ног, чым тэх, хто не палець. Значит, гангрены, той, што адрызает ноги курильщикам, гэта такая, скажам, праблема велика. Але сосуды не толькі ног, а сосуды серца, сосуды мозга, так само, больше терпець у тэх, хто палець. Паводля сусветной арганізаціў здароўя, што дня ў нашай краіне ад хворобаў, звязаных с паленнем, паміраюць, прыкладна, сорак чалавек. З гіх, чатыр чалавекі, гэта так званая пасівная курцы. Прагнозуецца, што з двух мільйонаў курцов ў Беларусі заучасна памрэ палова. Тэі людзі, што не палець, они маець полна права патрабаваць, каб ў їх присутнаці, каб пьяны не былі удзельніками гэта паталагічного працэсу, не хворыць от таго, што маець іх акаляюць, што их сусіді там палець. Сёння ж стартовала дзержавная адукацыйная акція «Беларусь супраць тытуню». Кампанія працягняцца да 21 червеня, пачатку ёвропейскіх гульняў. Так сама 27 галіпеня запрацуе гэта так званы антытытунёвы декрет, які ўвоззіць новая абмежаванні на паленне. И ўще смагаюцца з тытунём з одного боку, з другого боку ўсь пэвны інтересы якоў ніякай вузкай бізнес-групы. Няглесячы на антытытунёву риторыку па ўсёй Беларусі, яшчэ ў зімку з'явіліся адмысловы шапікі, табакеркі. Яны належаць бізнесоўцу Аляксею Алексіну, якога ў свою чаргу бачаць побач з Вікторам Лукашэнкам. У Берасці павільйоны пакуль так і не запрацавалі, бо мясовыя актывісты змагаюцца за ліквідацію шапікаў. Мы, конечно, прапануем ёшчэ адзін варіант ўстановіць, вызначыць ў городзі два-тры таких міццы на узкрайку города і паставці ў них там хоч 10 гэтых шапікаў. У пітицыі до мясовых уладаў, якую падпісалі 4,5 тыс. чалавек, падлумачылі, што наявнаць табакерак на прыпынках і недалёка ад школаў – гэта непрыхаванная реклама. Спажывання тытоню. Чыннік, які ўплывае на папулярнаць палэння – цэны. Акцыз на самая дараге цыгарет ў Беларусі складае тратціну ад коштупачкаў. Той самый час сушветная арганізація Аховыздароўі рекомендуе, каб доля акцызу була не менш за 75 адсоткаў. Захада може і не папулярная, але зато і аздаровае. Віталтівчик, Беосад. Празягва выдання абіктыву з іншымі темамі. Памець і пашана заміст гуйню і ад пачынку. Пратэсты ля рэстарацій паедзім паедзім трываюць ўжо ровна год. Абсалютны пірамогі ў супрэдстоянні немае ні водзін з бакоў. Нэ чым жа баку піравага, высветляла Юлія Лабанова. Дар рэстарацій паедзім паедзім на ўскрайку Мэнску актэвісты з белчервоны-белыми стягамі прыходзіць шту дня ў любое надворье. Пратую, шты ўсяго за 50 метров ад месцца растрэлаў і пахаванніў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіў. Аткрываецца забавляльна ўстанова, стала ведома летоць на прыганцы травня. Ад гэтага часу варта ў Курапатах трываю ўжо год. Я керуюсь абурэнням існавання в нашам Некрополі національнам, гдзе адбывался геноцид в 30-х годах нашава народа, пабудова ёгэтага ганебнава ресторана, куда людзі можуть приўаць, бавацца, адпачуваць, баляваць, не то месцца. Чыновнікі падлумачылі, площу аховны зоны мемориялу скаратілі, адтаму цяпер будувалі аб'єкту ля урочыща законныя. Активісты жабвісті лі бістарміновы пратэст. На супраціў адразу адказалі супрацівам. Правакаціями, бойками, затрыманнямі штрафамі ды соднімі ў ізоляторым. Я сам за гэты год два месццы правёў на сутках за Курапаты. Многі людзі атрымалі вілізарныя штрафы, аны выміраюцца тысячах доляраў. І гэта дзякуй вілікі неабыяковым, людзям, які допамагаюць платіць гэты штрафы, ка просто не пазабіралі майомасцю абаронцца. Дамагчыся галовный мэты. Закрыця установы пакунь не атрымалася. Сю літа падчас вялікай размовы Александр Лукашэнка выказаўся, шту нічога супрацівастараццыі немае. Тым не менш. Сэнс ихныя варты ёсць, кажыць абаронцы. Янаў повідаець пракурапат і усім, хто праўжжае до ресторации «Поедім, поедім». Я считаю, що вообще этот ресторан надо було снести, і я лично туди ест, нікола в житні не поеду. Уважаю людей, які там стоят. І очі ним завідую, што ані находзят врремя, сілы, смелость. А стоять надо, патаму што, ну, історія наша паказываець, што, когда мы забываем што-то, мы очі много теряем. Памятник должен быть памятником, а ресторанта надо убираць. Замес таго, каб прыбраць ресторацию, месец тамо ўлады пад выглядам добраў парадкавання вырвалі ў курапатах дзясяткі крыжоў. Гэты розвал, ён не дае уладам, які на великий жаль показали сябе нашчатками сталіністов, ён не дае цалкам знищыць мемороял. Ён заставляе робіць іх крокі, махчыма помылковы, а леш все ровно робіць крокі ў накерунку заховуванні быць гэтай памяті. Трымаць варту абаронцы курапатаў плануюць до перамоги, аднак паводли іх дзяля гэтага патрэбныя не толькі солідарнаць грамадзянов, але і особисты ўдел. Юлія Лабанова, Белсад. Генеральная прокуратура даст цаценку масовым затрыманнім цыгану ў Могилёве. Старшыня правобароншыга центру «Весна» Лесь Беляцкі атрымаў адказ на свой зворот ў гэты установу. Паводли адказу на распораджэні генерального прокурора створанная група, яка ацэні дзейні працавніков органу ўнутрыных справаў падчас затрымання цыгану. Жорсткі затрыманні адбыліся ў межах расследвання крымінальны справа паводли факту смерці інспектора ДАІ Яугіна Потаповіча. Толькі ў Могилёве затрымалі каля ста чылавек. Частку пазній вызволілі, але каля пав сотні мужчын ўтрымалі троя сотню. Нікаторы з їх скарзіліся на збіцё. Смяроднае пакарання дыпламатаў ў пауночны кареі. Паводлі пауднюва карейськіх мідеў адмысловага працнавніка КНДР ў справах ЗШ Кім Хёк Чхоля і аще четверых чиновніков пакаралі пасля правалу Амерыканська пауночна карейськага саміту ў Ханоі. Высокопаставліных пауночна карейськіх дыпламатаў абінуватілі ў здрадзі і шпіанажі на кары злочыных штатаў. Пакарання паводлі мідеў адбылосі ў Сакавяку, яго способу не удакладняюць. Апроч гетага шерых удзільніков саміту, які паводлі ўладу датычны ідеўу правалу, саслалі ў лагір з меты ідеологічнага пірвыхавання. Сярод іх піракладніце Кім Чынына, яку абінуватілі ў падрыванні ауторитету пауночна карейськага лідара празмахчымою памылку ў синхронне піракладі па час сустречі Кім Чынына і Доналда Трампа. П'ятьсот трыццsyц рублёв – выдаткі Віццівськаў в області на змаганні з раслаўнею, якую там веле кужне – барщывнік. Яго виявіле на сямэдісті широкіх участках. Дробных жачагаў – тисячі. Худкастіх пасшырэння – маланкавая. Больше перерасліну, якую називаў це екалогічной катастрофою в Іццівщыны – Юлія Цяльпук. Лес ставіць тяною, барщывнік плотам дыяго. Теперь метр у вышиню, а кали не знищать, на осенью сдымятся до трех метров. Зарастают паши. Даже он приезжает, я смотрю строго, чтобы он только не попадал никуда. Потому что ажуая есть. Козочки едят. Они, видите, лучам не поддаются, они сразу проглотили. Сок рослины и соправды утворяют опек под узденьем ультрафиолету. Однако козочкам шкодить так само. Доведавшись про отрудность баршевнику Сосновского при конце 100-го дня у Европы и постсоветских краинах перестали выросшивать эту кормовую рослину. Устойливая культура дичела и распаусюдживалась о некольких ста годзел. Два раза в месяц выхожу косой, просто косой сбиваю, чтобы ко мне баршевик в огород не лез. Если бы я не сбивал, у меня около дома уже был баршевик стоял. Это сгоревший дом, травили, весь желтизна. У нас потравили, но от него не знаю, как избавиться. Его трави, не трави, но я косил, вот сгорело все лицо. Все лето 530 тысяч рублей за бластного бюджету выдаткаются на знищение баршевника. Миновита Витебскую в область рослина такой наибольш. Особливо в Ушачском районе занял аж на 1260 гектаров. На другим и третьем местах – Витебске и городокские районы. Каля пау тысячи гектара у кожным. Агулам по в области отрудная рослина окуповала 30 квадратных километров. Это площа четвертой частки Витебску. Баршевик, мне кажется, уже повсеместно. И так же и в черте города, и в местах отдыха граждан, на детских площадках. Ожоговые центры, ожоговое отделение дают феноменальную статистику. Цифры огромные по борщевику, именно по химическим ожогам конкретно борщевиком. Улады рапортуют, что химичным способом опрацовали уже амаль полову зарослых территориев. Громадская активистка звертае увагу. Затрачиваются также химические средства, то бишь, это бюджетные, опять же, деньги. Но эффективности пока что нету никакой, потому что существуют определенные сроки, в которые нужно выполнять меры борьбы с борщевиком. Это не выполняется. Нищать борщеву ни кварта раннюю весною, як только вышел з земли. Да помогу треба замовлять. Муж вон в ожогах весь. Ну, все, собственно, так и разбираемся. Ну, просим помощи, звоним. Непосредственно на мобильный телефон нам даже дали. Худкое подтримание же храм в области оказывают, але у ничейных местах борщев не крыхтуется до квитнения. Нападкаете, не докранайтеся. А при опеку промытьте пошкодженный участок водою, примите супрадгистаминовый сродок, схавайте опек от светла под повязку и звернитесь до лекара. Да помогут у кожной медустанове. Юлия Тельпук, Белсад. Шанують и пропагандують российскую историю, а ци ведают свою. Серьезные пробелы у видах могилевских чиновников завважили громадские активисты, где вы решили и держслужбовцам, и же храм городу вернуть память про легендарные сторонки у истории Могилева. Одна из их повстаний супрадь московского князства. Про реакцию чиновников Вольга Васильева. Шанують память могилевских повстанцев супрадь московских стрелков в 1661 году с геткою пропоновой до уладов выступили Жихары Могилева. Отповедную электронную петицию створил студент Антон Касцов, а 104 человеки поставили под ее свои подписы. Как могилевец я был обурный тем, что могилевские влады уже новуюсь память российского императора Николая Другого, а про своих героев не памятуются. И такого не повинно быть. А что ведают про повстание Жихары Могилева? Нет, я никогда не слышала, честно говоря, про такое повстание, поэтому для меня это даже новое что-то. Мы изучали совсем другую историю там, поэтому далеки. Могилевчане тихонько ночью всех перерезали и обратно военачальника отправили, вроде бы, насколько я помню, задом наперед на козле. Я как раз недавно ходила на ночь музеев, на шаратушу, и там была целая инсталляция на эту тему. Мы смотрели, узнавали, как то, что было. У ходе войны московского князства, супрадь Великого князства Литовского в 17-м стагодзе, у могилеве 6 годов кваторовали московские стрелки. Поспех повстания супрадь спрыгнетальников был обумовленный тем, что же хары городу сдолили объединяться, отзначая супрацовница музея истории Могилева. За некий момент были вырублены, знищены усе стрельцы, и это вернуло Могилевцам славу в ИРУ. Из этих началося на вогл вызволение у сходу наших земель от российской навалы, от московской навалы. На думку створальника пятиции Антона Касцова, борьба за незалежность и самокерование у стяж актуальная. Мы бачим, как сегодня разные политики за сходу спробуют пробрать нашу незалежность, разное так званное поглубление интеграции и так далее. Пакуль, один и успомин про повстание, сегодняшний могилевский герб, який город отрымал минавито после возволения. По-перше, там погоня, это державное признание того, что могилевцы молодцы были на тот момент. И, по-другому, там стоит рыцарь у отчиненных краме, який, каже, приходится, али с добрыми намерами. Адказал на электронную пятицию намесник старшинни могилевского Абл-Ваканкаму Андрей Кунцевич. Маулял, пытання про памятную шильду – разглядець. На черговом поседженні топонимичной комиссии у Могилеве. Вольга Васильева, Белсат. Про ее ведая увесь свет. Паводля ее твору вздымают фильмы и ставят спектакли. Ее книги читают миллионы людей. У апошній день травня 71 год тому народілася Светлана Алексеевич. Беларуская письменница, Нобелевская лауреатка. Редакція объектива долучается до шматликих веншиванью. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А мне застается нагадать, что завтра Межнародный День Дятей. Але мало кто ведает, что гэта день означается и Межнародный День Батьков. А тому с пожаданиями семейного счастья развитвуюся с асподарством. Усяго вам самого доброго.